Добрый день дорогие друзья, с вами архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня мы с Алексеем Валерьевичем Исаевым. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Решили провести немного необычную передачу, а именно записать небольшое новогоднее поздравление. Да, поздравить наших зрителей с новым годом и поздравить с уклоном в военную историю. Потому что у нас архивная революция. Да, и прежде всего мы всем показываем, что мы подписываем книги, которые выиграли участники, уважаемые участники нашего стрима. Алексей Валерьевич пока будет подписывать книгу для победившей у нас девушки Рудаковой Лидии и ее дочки. Я наверное вкратце тоже поблагодарю участников стрима. Спасибо большое товарищи, что откликнулись, что смотрели, что задавали такие интересные вопросы. Нам очень многие вопросы понравились. Мы вот не напрасно выделили аж целых пять вопросов. И в принципе, наверное, даже побольше могли выделить, но просто что-то там упустили. Также хотелось бы поблагодарить вообще подписчиков нашего канала. Сказать огромное спасибо особенно тем товарищам, которые поддержали нас рублем в этот трудный момент для нас, так как мы еще только развиваемся. У нас еще все впереди, мы надеемся. Поэтому большое спасибо, друзья. Также хотелось бы проанонсировать один тонкий момент. Дело в том, что мы в этом году, как постоянные подписчики знают, переехали с одного канала на другой канал. Поэтому часть роликов, особенно удачных, которые были у нас на старом канале, мы перенесем на новый канал. Так что, если кто-то будет узнавать старые ролики, там не переживайте, просьба там не ругать нас. Ну, сами понимаете, что есть хорошие ролики, которые мы вынуждены просто перенести на новый канал в этом году. В наступающем году, скажем так. Также, собственно говоря, будет продолжаться архивная революция, как, так сказать, основной проект нашего канала Тактик Медиа. Алексей Валерьевич у нас, как наш фронтмен. Человек, собственно, благодаря фразе которого про архивную революцию, собственно говоря, и сложилась такая тема, как архивная революция на нашем канале. Да, хотя я не претендую на копирайт этой фразы, но, тем менее, я считаю, что действительно в наши дни происходит архивная революция, которая позволяет по-новому посмотреть на, казалось бы, хорошо известные страницы истории Отечества. Ну, тем более, как бы все сложили сейчас обстоятельства и, собственно говоря, только работать и работать. Да, да, работы хватит надолго для того, чтобы разобраться, написать, на самом деле, и историю, и Великой Отечественной войны, и Гражданской войны, и Первой мировой войны, нужно будет и можно будет написать на современном уровне все те войны, в которых наши соотечественники отстаивали свою родину, многие из них сложили головы, и их память заставляет нас разбираться с тем, как и что происходило, чтобы не какие-то расхожие мифы и штампы, а твердо, уверенно опирающиеся на большой массив документов, научно обоснованная версия событий оставалась в памяти и нашего, и следующего поколения. Собственно, люди, которые сражались и умирали, очевидно, этого достойно. Я думаю, об этом смысла нет еще раз говорить. Да, и, собственно, поздравляясь с Новым годом, мне хотелось бы сказать следующее. В песне фильма «Офицеры» поется, что героев былых времен не осталось порой имен. Но, как мне кажется, герои былых времен, как военачальники, так и простые солдаты, остаются жить, если мы помним о них, если они живут в нашей коллективной памяти. Если мы о них вспоминаем, если мы о них знаем, если мы передаем это знание будущим поколениям. И они не останутся безымянными и будут помнить о том, что они сделали для страны и для народа. Да, и тем более, благодаря архивной революции мы с каждым днем узнаем про подвиги отдельных героев или каких-то подразделений, частей, соединений, которые раньше были неизвестны, но, например, становятся доступны только по немецким документам, если касается РКК. Да, или если глубже разбираться с отечественным, сопоставлять, а иной раз даже многие люди представляются в новом свете. То есть, в последние годы, например, такой человек Андрусенко, он был командиром бригады в Сталинграде и командиром полка под Москвой. Я сильно его зауважал именно по итогам изучения битвы за Москву и уже по-другому смотрел на то, как он действовал в Сталинграде уже по опыту действий под Детчино. Ну да, и вот архивная революция чем интересна? Тем, что мы можем порой узнать не только о личном героизме и личном мужестве людей, которые, несомненно, большинство людей проявляли личное мужество и героизм в тех тяжелых условиях, но еще и об эффективности конкретных людей, частей, соединений Красной Армии. То есть, сейчас это стало именно доступно и возможно. Поэтому каждый день мы какие-то узнаем новые ситуации. Для нас открываются с той или иной стороны боевые эпизоды. Поэтому архивная революция продолжается, работа идет. Мы будем по мере возможности освещать, продолжать новые работы, как Алексея Валерьевича, так и других уважаемых авторов, которые... Да, например, Олег Киселев, который, я бы так сказал, конечно, не переворачивает, но заставляет по-новому взглянуть на историю Советско-финской войны. То есть, история Советско-финской войны становится объемной. То есть, не плоская картинка, а действительно объемные те люди, которые действовали в тех условиях незнаменитой войны, они тоже приобретают их характер и объем. То есть, не однозначно плохо, не однозначно хорошо, а именно объем. Почему они действовали именно так, а не иначе. Алексей Валерьевич, я смотрю, вы уже не одну книжечку подписали. Собственно говоря, вы обещали Сергею из Террасполя книгу «Битва за фестунги». Подписали, да? Да. За фестунги. Откладываем. Да, Сергей, вы напишите обязательно ваш адрес, чтобы мы могли его выслать, потому что пока еще от вас адреса ждем. Так, следующая книжечка, последний круг Када. Это для Сергея Рождественского. Он, по-моему, задавал вопрос про золотое сечение танковых войск. Сергей, если вы не написали адрес, напишите, пожалуйста, лучше в группу ВКонтакте, чтобы мы вам в ближайшие дни отправили книгу. Так, следующая у нас книга о товарищу, о, вашему однофамильцу получается. Я так и написал от тезки и автора с наилучшим пожеланием, поскольку фамилии у меня очень распространены. И в школе у меня были однофамильцы, и происхождение, разные версии происхождения, начиная от Северного Кавказа и до каких-то более экзотических. Так что Исаевых в России много. Дмитрию Исаеву от Алексея Валерьевича Исаевых. Да, и как я всегда говорю, когда записывают фамилии, вот как Штирлица зовут, помните? Вот моя фамилия точно такая же. Дмитрий, тоже, пожалуйста, продублируйте лучше в группу ВКонтакте ваш домашний адрес, чтобы мы могли вам выслать книгу. Да, и я бы хотел сказать, что наступающий год – это 75 лет величайших и крупнейших успешных наступательных операций Красной Армии. В 2019 году мы будем отмечать и 75 лет Корсунь-Шевченковского, и 75 лет освобождения Крыма, и освобождения Севастополя, и 75 лет Багратиона, и 75 лет блистательной Яско-Кишиневской операции, Канн XX столетия, и боев за Будапешт. И вообще, 44-й год, я считаю, что мы должны помнить и интересоваться не только неудачами и разбирать их причины, но и вспоминать успехи Красной Армии, каким образом они были достигнуты, потому что они были достигнуты и немалым трудом, и накопленным за предыдущие годы мастерством. То есть именно армия 44-го года могла проворачивать такие операции, как Багратион. Армия 44-го года могла успешно удерживать Сандомирский плацдарм, сходу форсировать реки, врываться в Восточную Пруссию и отражать контрудары тигров и пантер. Поэтому наступающий год – это хороший повод вспомнить самые дерзкие, самые блистательные операции Красной Армии. И я считаю, что мы должны будем вспомнить, например, высадки в Нормандии. То есть хотя бы понять, что делали союзники, как говорится, а что там в Нормандии. И по возможности, я думаю, что этому мы тоже уделим место и время, чтобы просто понимать разницу между Востоком и Западом. Потому что война на Советско-Германском фронте и война во Франции – они были как небо и земля. И когда те же эсэсовцы себя начинали вести во Франции, как они привыкли себя вести в Россию, в Советском Союзе, это производило просто неизгладимое впечатление на всех окружающих, в том числе, как говорится, на комрадов этих самых эсэсовцев. Алексей Валерьевич, ну вот это вот настоящий праздник получается. Это уже такой подарочек получается под елочку. Вот товарищи, Алексей Валерьевич до этого даже не озвучивал вот эту идею, а вот специально для вас, наших зрителей, вот такой подарок. Алексей Валерьевич, ну мы просто в предвкушении. Да, обязательно. Все же это очень хороший повод вспомнить все события 44-го года, потому что 44-й год он стал переходом к стратегии сокрушения. И я думаю, что очень многие из тех, кто сидел за праздничным столом, потому что, разумеется, настроение было приподнято. Вот даже если представить солдат и уже офицеров Красной Армии в 44-м году, настроение предновогоднее у них было уже совсем другим, чем в предыдущие годы. Поскольку враг был изгнан уже с значительной территории Советского Союза и чувствовалось, что до победы еще, конечно, остаются многие месяцы, но тем не менее, уже она вполне уверенно забрежила на горизонте. И думали уже о том, что будет, когда они впервые ступят на землю Германии и ее союзников, как Румынии, Финляндии, Венгрии. В общем, я бы так сказал, повторение тех походов наполеоновских времен. То есть, когда тоже русская армия, разгромив Наполеона, пошла в Европу, теперь уже шла и другая армия, и другой численности, более технически совершенной. И все это именно 44-й год. И тем более, эта армия была буквально построена в эти тяжелые годы войны. Да, очень много было переделано, то есть, очень много из того, что делалось до войны, пришлось пересмотреть. Но еще надо сказать, что армия 44-го года, она во многом была из призывников на освобожденной территории. И это были люди, которые не понаслышке знали, что такое оккупационный режим. Иной раз это были, кстати, люди, пережившие котлы 41-го года. В документах там деликатно писали, а вот из призванных 10 тысяч, 3 тысячи уже имеют военную подготовку. То есть, не говорили о том, кака у них была судьба, так деликатно говорили. И вот как раз-таки новый 44-й год, это было вот это вот время призыва и вступление в ряды Красной Армии тех, кто долгое время, действительно долгое время находился на оккупированной территории, как на Украине, так и в Беларуси. А еще, Алексей Валерьевич, кстати, это были мальчишки 27-го года, 26-го, 27-го года, которые, кстати, в 44-м году призывались в армию, служили и воевали. У меня учитель в школе был как раз из призыва 27-го года. Да, очень разные люди призывались, причем эти мальчишки, они доходили до Германии, воевали там, я бы так сказал, очень зло и решительно. Да, и у них многое удавалось, что самое интересное. И причем они потом пришли с таким, я считаю, были с таким довольно позитивным настроением, они потом строили страну, отстраивали города. У нас вот преподаватель, он у нас преподавал черчение, географию и математика в школе, был вот как раз из призыва этого. А я вот об этом как раз люблю говорить, о том, что те люди были поколением титанов, хотя не знали о том, что они были титаны. Для них это было как бы естественное положение вещей, а так это поколение титанов. И вот за предновогодним праздничным столом стоит вспомнить о том, как все это происходило. О великом поколении титанов, которые оставили нам в наследство великую страну и сверхдержаву. Да. Жаль, что в последнее время немножечко все чуть-чуть поломалось. Но будем надеяться на лучшее. Все течет, все изменяется, и история, она очень такая дамокапризная. И то, что происходит, и закономерно, и случайно. На этом тоже ответственность нашего поколения. Почему мы стараемся рассказывать о прошлом? Поскольку прошлое, оно часто дает урок на будущее. И вообще говоря, например, военное дело, люди, которые не имеют боевого опыта, единственный источник для них информации о том, как надо действовать, это именно весь пласт военной истории. От древнейших времен до недавнего времени. Через вот эту череду исторических событий можно понять, что делать завтра. Это тоже надо учитывать. Хотя, разумеется, я всем желаю, чтобы у нас у всех над головой мирное небо. Как человек, занимающийся войной, я понимаю, насколько это все ужасно. Поэтому одно из главных пожеланий – всем мирного неба. И будем надеяться, что, так сказать, на новом историческом витке развития наша страна превзойдет предыдущие успехи и устремится, так сказать, ввысь. Да. Будем надеяться на лучшее и с оптимизмом смотреть в будущее. Потому что именно оптимизм заставляет людей сворачивать горы. И поэтому книгу, которую вы последнюю подписали, она у нас чем оптимистична? Тем, что человек, который задал прекрасный вопрос, он не оставил своего имени и фамилии. Поэтому, товарищи, кто задавал вопрос про прорыв к штаб-квартире Манштейна, пожалуйста, напишите, как вас зовут и ваш адрес. Мы обязательно вышлем вам книгу, Алексей Валерьевич ее подписал. Это такой будет сюрприз. Да. Ну что, подарки у нас закончились? Да. Следующие подарки будут в следующем году. Я думаю, что мы найдем время и место для проведения и стрима, и каких-то новых форм общения и интерактива на темы архивной революции. Да, было бы прекрасно. Мы постараемся все это делать и во все возрастающих количествах. Алексей Валерьевич, спасибо огромное, что зашли, что нашли время подписать подарки для участников архивной революции. Приходите к нам еще, надеемся на ваше, так сказать, доброе участие в нашем проекте. Желаем вам прекрасного следующего года, чтобы он был лучше, чем предыдущий, чтобы было больше архивной революции, чтобы в семье все было хорошо, все было прекрасно, с работой все прекрасно, так сказать, ну вообще во всем, чтобы было все хорошо и лучше, чем в предыдущем году. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго, дорогие гости, зрители, с Новым годом. Надеемся, что и у вас он будет гораздо лучше, чем предыдущий. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»